добрый день дорогие мои друзья сегодня вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье и сегодня темой нашей встречи будет особенная фигура фигура у которой достаточно выражен выступ грудных желез то есть такая фигурка у котором под живот под грудью совершенно пусто нет никакого животика бывает большая грудь но в этой же большой груди этой же большой груди соответствует такой же выпуклый выразительный животик тогда не подходит вот этот способ который мы сегодня будем разбирать именно тогда когда фигурка выглядит вот таким вот образом посмотрите совсем недавно я выкладывала пост где рассказывала своей ученице танечки у нее именно как раз такая фигура она стройная высокая красивая молодая девушка но посмотрите как выступают грудные железы и как это выглядит все решили мы ей вот такой вот брючный костюм посмотрите как скрадывается вот эта вся история насколько она выглядит спокойно достойно в этом брючном костюме уже нет такого ярко выраженного выступа груди все уравновешено все сбалансировано и соответственно все достаточно гармонично вот об этом мы сегодня как это сделать об этом мы сегодня и поговорим значит как всегда мы начинаем с технического задания это рисуночек того жакета который мы хотим с вами выполнить у него в точной рукав двушевный полуприталенный силуэт вот такие вот небольшие фигурные бочки которые выходят из проймы в эти бочки прячется большая достаточно нагрудная выточка она здесь является остаточной кроме этого и необходимо просто нам необходимо просто вот такие вот полу вытачки полу рельефы которые будут проходить в нижней начинаться в нижней части грудных желез и уходить до самого конца это обеспечит нам возможность забрать лишнюю ткань именно вот в этом месте и сформировать нужную выпуклость там где она нам необходимо также со стороны спинки у нас будет классический средний шов и особенность том что вот эти талиевые вытачки которые подчеркнут стройность нашей фигурки они будут отнесены немножечко ближе к боковому шву чтобы центральная часть вот такая в пользуясь визуальными иллюзиями вот такими оптическими эффектами казалось стройнее еще уже но если и вот такой вот рукавчик сзади будет виден какие мерки у нашей то не смотрите 52 грудь тоненькая очень талия и 49 у нее бедра то есть бедра вместо того чтобы быть на 4 сантиметра больше груди на самом деле даже на 3 сантиметра меньше чем ее грудь вот такой перевернутый треугольник наша тани италия смотрите какая тоненькая относительно груди далее должна быть у стандартной фигурки условно типовой всего-навсего 42 сантиметра а у нашей тани 37 ну и так далее как значит выступ груди это ее особенность как эти мерочки обозначаются я здесь вам для подсказки кому-то может быть нужно будет пометила и вот наши прибавки так как силуэт полуприталин и прибавка по груди 3 по талии 3 по бедрам 3 и обхват плеча 4 и мы приступаем к построению базовой конструкции пусть мерочки у нас лежат вот здесь рядышком мы на них будем подсматривать как всегда я начинаю построение базовой конструкции с прямого уголочка в точке н затем от точки н вправо я откладываю линию низа точка н2 и на ней откладываю ширину сетки ширина сетки 52 плюс 3 потому что верхний тип получится 55 значит н н2 у меня 55 затем от точки н вверх откладываю длину изделия нашем случае 22 сантиметра и провожу линию талии вниз откладываю высоту бедер 18 сантиметров вот здесь и провожу линию бедер я не буду рассказывать это очень быстро я мельком это вам расскажу потому что всю подробную информацию вы можете легко найти на моем канале в плейлисте уроки моей жизни там есть очень много цикл видео который называется модный приговор своими руками обращаю ваше внимание на это если хотите более подробно всю эту схему увидите услышать пожалуйста проходите туда и легко с этим справитесь нам для того чтобы ответить сегодня на вопрос просто нужно построить базовую конструкцию и так линия талии есть линия бедер есть линия низа есть середина спинки есть и середина передней половинки ставим карандашик в эту точку наверх откладываем мерочку дтп 46 сантиметров вниз 7 это глубина горловинки и от этой же точки вниз 29 сантиметров высоту груди оформляем линию груди затем по линии груди откладываем мерочку 11 сантиметров расстояние между центрами груди а от точки а 0 вправо откладываем тоже 7 сантиметров ширина горловины спинки оформляем левую сторону на грудной вытачки затем из точки рассчитываем раствор на грудной вытачки он у нас будет 25 минус 18 получится 7 умножить на 2 14 прибавить 2 16 значит из этой точки суда радиус другой дуга радиусом равным 14 16 сантиметров затем из этой точки в эту сторону дуга радиусом равном вот этой стороне вытачки получили точку давайте обозначим ее 1 это . а из точки 1 вправо дуга радиусом равным ширине ширине плеча 13 сантиметров а из точки c в этом направлении дуга радиусом равным мерки высота плеча косая переда 26 сантиметров точка п 1 переходим по строению спинки из точки т2 вверх откладываем дтп у нас это 41 сантиметр вниз откладываем 2 с половинкой сантиметра это глубина горловины спинки а влево откладываем 7 с половинкой сантиметров потому что размер 52 и уже есть намек на 7 женский позвоночек на 7 на 7 позвоночек то есть выпуклость вот в этом месте есть получили точку с от точки с влево откладываем ширину плеча дуга радиусом плюс посадка полтора сантиметра она у нас заменит плечевую вытачку потому что у нас еще подразумевается использование подплечников высотой полтора сантиметра и того 15 с половиной а из точки т2 в этом направлении откладываем дугу радиусом равным 41 сантиметр высота плеча касают получили точку p2 . p1 ниже чем p2 на 2 сантиметра значит пройма нарисуется правильная поэтому добавляем спереди и сзади по полтора сантиметра для того чтобы поместились подплечники и оформляем окончательно плечевые срезы полочки и спинки переходим к оформлению проймы для этого по линии груди от серединки вправо откладываем мерку шига 2 25 сантиметров получили ограничение проймы спереди а со стороны спинки откладываем 18 это ширина спинки получили ограничение проймы сзади измеряем ширину проймы 12 сантиметров делим пополам получили боковой шов и сейчас выбираем нижний уровень проймы я с учетом моды и комфорта выбираю эту величину чуть выше линии груди вот у меня . г нарисовала нижний уровень проймы затем взяла лекала и оформила вот таким вот образом нашу проймочку все проймочка нарисовалась и сейчас наступило время мы переходим к построению талиевых талиевых вытачек вот это то что отличает построение талиевых вытачек типовой конструкции от того что нам сегодня нужно связи с особенностью с особенностью вот этой фигурки для того чтобы справиться с этой задачей мы как всегда находим сумму всех вытачек для этого от отрезка t1 t2 нам нужно отнять полуобхват талии плюс прибавка по талии потому что у нас есть полуприталенный силуэт до t1 t2 у меня 55 сантиметров измерили талия 37 прибавка 3 получилось на 55 минус 40 получится 15 сантиметров и так раствор боковой вытачки я должна в типовом случае разделить на 2 и получится 7 с половиной но тани у нас не типовой случае и бедра у нее не настолько ярко выражены чтобы быть такими глубокими чтобы быть такой глубокой боковой вытачки поэтому я беру на боковую вытачку всего 5 сантиметров для того чтобы большую часть вот это вот раздоровит этого размера можно было отправить мне вперед для того чтобы именно это мне будет помогать забрать лишнюю ткань под грудью так значит раствор задней вытачки у типовой фигурки где-то примерно около четырех наша тани достаточно стройная то же самое ей мы и оставим и получается что раствор передней вытачки 15 минус 9 получится 6 сантиметров вот впереди у нас две вытачки одна будет вытачка достаточно стандартная она будет у нас величиной 2 с половиной сантиметра даже 2 сантиметра а вторая не стандартная она будет 4 сантиметра именно вот эти 4 сантиметра и будут забирать лишнюю ткань а 4 сантиметра мы распределим следующим образом полтора сантиметра у нас пойдет средний шов спинки если он у нас есть мы всегда там приталиваем и два с половиной остается на вытачку сзади которую мы подвинем вперед вот что нам нужно было понять в данном конкретном случае как распределяются вот эти вытачки а мы продолжаем работу и так боковая вытачка 5 сантиметров карандашик ставим в точку t1 влево и вправо по 5 и полтора сантиметра наверх так всегда делаем берем лекала и оформляем вот такую линию бокового шва с одной стороны и с другой стороны затем дорисовываем вот вот таким вот образом верхнюю часть бокового шва посмотрите как красиво получается очертание нашей фигурки вот именно эта красота и нравится вам на фотографии потому что только вы своей рукой создаете вот эту всю вот эту всю красоту подводит меня ручка попробуем дальше затем средняя средний шов спинки как его нарисовать значит полтора сантиметра откладываю от точки t2 влево потому что вот они полтора сантиметра вершина всегда смотрит на лопатки не надо ничего вычислять вы знаете где находятся лопатки поэтому спокойно рисуйте вот таким вот образом и нижней части всегда выходите к боковому шву к линии бедер при пересечении линии бедер со средним швом спинки то есть вот сюда затем мы выбираем место для талиевой вытачки по спинки это я его выбираю сознательно ближе к боковому шву я уже объяснила почему я это делаю и вы пожалуйста старайтесь также делать и увидите насколько выигрышными будут ваши формы сейчас мы это нарисуем вот теперь место для передней талиевой вытачки я выбираю обычно рядом с грудью когда уже вот этот нагрудный шарик у нас кончился сбоку от него я приталиваю немножко там всегда есть ямка я рисую обычно так начало вытачки 3 сантиметра сверху сверху не доходит до груди всегда тоже раствор вытачки два сантиметра значит соответственно влево и вправо по одному сантиметру и вот так вот выпукло с выборкой с так называемой я оформляю вот эту сторону то что выше а вниз я всегда оформляю 10 12 сантиметров обыкновенную вот такую вот прямыми линиями талевую вытачку ну и наконец сразу под грудью мы будем рисовать вот эту конструктивно необходимую нам линию нарисовали раствор ее 4 сантиметра этой вытачки значит влево и вправо по два в нижней части она будет немножко расширять нам наше изделие видите как я не параллельно виду чуть-чуть я все-таки расширяет чтобы был слегка такой расклешенный внешний вид а вверху мы конечно оформляем все вот такими вот красивыми плавными линиями которые лепят контуры женского тела вот такая вот глубокая вытачка у нас получилось вот собственно и говоря и все что нам осталось сделать нам осталось выполнить контроль для этого измеряем линию бедер смотрите 10 сантиметров и здесь 52 сантиметра 52 я вижу сколько мы хотели получить 49 плюс 3 как раз 52 сантиметра измеряем талию выбрасываем вытачки так 15 с половинкой так 22 с половинкой 29 40 далее у меня 40 сколько я хотела получить 37 плюс 3 40 как раз получила 40 смотрим что у нас по груди по груди у нас совсем совсем пол сантиметра выбирается и получится 54 с половинкой где-то 54 но пусть 54 сантиметра значит 54 минус 52 прибавка оказалось 2 они 3 сантиметра никакой беды в этом нет это не малое изделие все у нас хорошо и так мы закончили первую часть нашей работы продолжение следует моделирование и рукавчик мы построим с вами в следующий раз подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всегда ваша галина коломейка до новых встреч